канала Рашкин Репорт. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, добрый день. Спасибо, что вы с нами. Почему демократы выбрали Обаму? Может ли это повлиять на объемы привлеченных для демократов средств? Вы знаете, то, что Обама сейчас делает фандрейсинг для демократов, говорит о многих вещах. Во-первых, у демократов сейчас очень хорошие шансы оставить себе Сенат. И мы видим, что Митч МакКоннелл уже отменяет миллионы долларов в рекламе для кандидатов разных, потому что кандидаты оказались такие плохие, что аж неудобно людям показывать. Вы меня слышите? Да, 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 мы вас прекрасно слышим. Извините, простите. Решеволиканские кандидаты оказались какие-то пока что показывают себя просто абсолютно неприемлемыми для общего электората. Так у нас страна разделилась, что республиканцы выбрали на праймере самых оголчелых экстремистов, которых остальная публика не хочет воспринимать. С другой стороны, Обама выиграл два срока. И он очень успешен. Он записал два года назад рекламу для этого Питерса, который вместе с ним будет выступать. Тоже сенатор из Мичигана. Так что популярные люди в это время, понимаете, когда выглядит так, как будто ваша партия сейчас выиграет, то люди хотят вам дать денег. Потому что если бы они проигрывали, то зачем деньги давать? Бессмысленно. Мы видим, что Митч МакКоннелл, наоборот, экономит деньги. А чем в это время занимается, можно сказать, бывший оккупант? Можно сравнить с тем, чем занимается Байден? Мы хотим это обсудить? Хотелось бы спросить, все-таки может ли измениться расстановка сил к ноябрю? Потому что сейчас все-таки низковат рейтинг одобрения Джо Байдена. Он 42% одобряет, 58% пока нет. Все это связано с текущей политической обстановкой, инфляцией и не только. И может ли что-то измениться к ноябрю? Всего два месяца, не так много. Да. Более того, что интересно, что сейчас единственное, кого Байден по опросам обыгрывает на выборах, это Трамп. Все остальные у него, значит, у него хотелось бы что-то, возможно, другого. Но посмотрите на результаты. За это лето президент провел реформу, которой будет энергия, health care. Он только что объявил о том, что люди смогут меньше быть должны за свои студенческие долги и сэкономить реальные деньги. Куда это пойдет? Это пойдет в экономику. Да, кстати, Обама был более популярен, чем Байден. Но что интересно, что чем больше Байден делает из того, что он обещал, тем больше растет его поддержка. Потому что демократы ему как бы благодарны, плюс республиканцы абсолютно напортачили с абортами. И теперь они из-за этого просто бегут и не могут достаточно быстро отбежать, потому что женщины имеют право на аборт. Но не в некоторых штатах в Соединенных Штатах, а там тоже женщины живут. И они абсолютно с этим не согласны, республиканцы не могут скрыться. Они же должны были и в Конгресс, и в Нижнюю Палату с большим преимуществом, и в Верхнюю Палату должны были взять обратно. Митч МакКоннелл же хотел быть главным опять лидером большинства. А из-за того, что Трамп и республиканцы устроили, у них нет этого шанса. А чем занимается Трамп в это время? Он выпустил там 60, у него это самое, этот social network под названием «Правда», трус. Так он, значит, там 60 трусиков оттуда выпустил, потому что он нервничает. У него сейчас и ФБР на нем сидит, и компания, которую он хотел продать, проваливается. Потому что стоимость его платформы, ну, она маленькая, потому что у человека главной звезды такие большие проблемы. Но, тем не менее, кстати, по разным данным, в общем-то, у республиканцев гораздо быстрее получается собирать средства на предвыборную компанию. Вы знаете, это да, потому что Трамп, ну, абсолютно решил делать деньги на всем. Когда у него провели обыск, он решил на этом пособирать денег, потому что ему дают. Он таких себе овц нашел, которых можно стричь опять и опять и опять. Потому что этот человек, который направляется в тюрьму, любой другой человек за то, что он собрал секретные документы с собой, сидел бы уже давно. А с этим еще нянькаются и цацкаются, и вообще придумайте себе слово. За ним библиотекари пришли и сказали, возвращайте документы. А он говорит, не отдам секретную жизнь, сексуальную жизнь Макрона. Ну, что это за человек? Ну, вообще-то есть у демократов шансы по финансам сравняться все-таки, даже несмотря на все то, что вы говорите сейчас о Трампе, по цифрам? В конце концов, цифры меняются, потому что цифры иногда быстро уходят, но нужно быстро собирать деньги. Но пока ситуация такая, когда республиканцы пытаются отнять права, а демократы выполняют обещания, то им более вероятно будут продолжать давать. Но в конце концов, деньги — это не самое главное. Главное — это голоса. Люди пойдут голосовать. Даже несмотря на все попытки республиканцев замедлить этот процесс, люди все равно найдут способ в нашей стране, слава богу, пока еще проголосовать. А это всегда плохо для республиканцев. Чем больше людей голосует, тем меньше шансов у республиканцев выиграть. Но они так нарезали страну в эти дистрикты себе, при этом редисторигнике, что они думают, что они могут выиграть Нижнюю палату, несмотря на то, что их хотят просто сейчас, ну, они женщины, так сказать, женщины, недовольны республиканцами. А это большая часть электората. Спасибо большое. Юрий Рашкин, депутат окружного собрания «Укрогорог» в штате Висконсины. Ведущий канал «Рашкин Репорт» был с нами на прямой связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова